здравствуйте друзья расцвели мои гортензии ремонтантные гортензии которые замерзли у меня зимой я вам расскажу как я их укрывала на зиму как они у меня перезимовали показывала видео и теперь показываю как они у меня выросли сегодня 28 июня 2021 года и вот эта теплица у меня зимой была так же вот сетка как есть сейчас натянута так она у меня и была натянута зимой и плюс сверху еще полиэтиленовая пленка 150 микрон здесь тоже самое было и потом у нас был обильный снегопад зимой до метра глубиной снежный покров был и дуги не выдержали такого такой нагрузки и они просто переломились и все знака естественно здесь все практически погибло и получается что мои гортензии вы просто выросли то что выросла из земли ну вот представьте если бы я их просто обрезала до самого корня на зиму и вот какие они сейчас выросли так как мы их сажали грунт у нас средний суглинок поэтому лунку гена рыл 50 на 50 сантиметров примерно добавлял туда перегной и немножко торфа для того чтобы все таки более-менее рыхлая почва была и все значит посадили мы их на в основном мы их не подкармливали но когда весной получилось так что они у нас полностью замерзли значит как это случилось здесь же была пленка до накрытая вот и полностью торцы были наглухо закрыты и грядки эти я накрыла еще укрывным материалом но легкий такой укрывной материал был и все у нас было все это запечатано и всю зиму я сюда не заходила а вот надо было заходить и надо было проверять потому что когда солнце выходило здесь температура достигала до 10 градусов тепла зимой почки естественно пошли в рост и естественно когда ударили морозы а мороз у нас был 21 градус и здесь без снежного покрова представьте себе 21 градус снега не было естественно в теплице раз у нас пленкой была теплица накрыта и там не было снега и на этой и на другой теплице ну и получилось естественно что они у меня погибли как веры надземная часть вся погибла а вот корни остались многое многие кусты я конечно мульчировала и неплохо мульчировала но насколько мне хватило соломы и мульчирующего материала но не все было замульчировано ну и получилось когда весной я распаковала эту теплицу посмотрела и просто слезы на глазах как же это я так сглупила такая специалист по гортензиям и вот такой вот ляпсус допустила но к счастью эти гортензии ремонтантные ну и весной они вышли новые побеги абсолютно желтые абсолютно такие слабенькие пошли я конечно разочаровалась и думаю елки-палки но 2-3 веточки на кусту но тем не менее хочу показать вам что же с них вышло значит подкормили мы их ранее весной для того чтобы они тронулись в рост и подкормили когда увидели что это был уже конец мая мы смотрим они желтенькие они слабенькие мы хелатом железо подкормили подкислили почву потому что здесь мы никогда ее не подкислили вот и комплексным удобрением подкормили вот все это все что мы сделали рано весной и в мае и теперь смотрим это сорт пепперминт значит смотрите кустик получается ровный ровный шикарный листва такая вся вот ну лист широкий огромный то есть видно что питание им хватало значит соцветия соцветия крупные но хочу что сказать вот если внимательно рассмотрите да вот у нас уже неделю вторую неделю у нас льют дожди и ясное дело что все мои гортензии стоят когда левень здесь все было в воде для цветов это но не очень хорошо потому что когда идут цветы на срезку или так вот радует лучше всего чтобы не было не было воды но вот пепперминт портится он вот он вот такой должен быть поскольку почва у меня не подкисленная пеппермин у пепперминта должно быть много розового расцветки чуть-чуть краешек белый вот если почва не подкисленная как видите розового совсем мало а расцветает он вот вот такой вот немножко зеленоватый но размер размер соцветия просто поражает воображение вот если посмотрите на мою ладонь посмотрите какое соцветие здесь наверное 25 27 может быть сантиметров вот такой вот размер самого соцветия теперь размер самого куста вот пепперминт низкорослый сорт и знаете я подумала что вот лучше всего его выращивать как контейнерную культуру он невысокий вот сантиметров наверно 50 55 высотой вот такой лист крупный лист декоративный красивый но сами вот соцветия сами вот шапки здесь даже не надо много соцветий если вот взять вот этот допустим куз да вот сколько здесь раз два три 4 5 6 7 7 соцветий для горшечной культуры это вот прям больше чем надо потому что соцветия очень крупные смотреться будет красиво а вот как уличная культура ну можно конечно но видите дождь пошел уже цветочки уже портятся поэтому все таки это нужно его выращивать как контейнерная культура ремонтантный сорт видите ремонтантный очень даже стебли такие твердые толстые эти шапочки прям видите стоя даже ник не разу ни разу и никак не колыхнется этот стебелек потому что ну во первых низкий во вторых толстые стебли очень очень даже хороший сорт теперь если по этому ряду идти к сожалению дожди дожди и видите трава растет гораздо быстрее чем я успеваю ее заново прийти полоть значит вот шикарный шикарный куст этот еще не расцвел этот сорт герда штайнегер вот он цветочек один расцвел вот видите побег шел прошлого года и вот он на нем вырос один цветочек а вот текущего года побеги они еще не расцвели я так думаю что они расцветут и все все будет хорошо еще раз пиперминт покажу вот этот красавец видите какая шапка прям просто просто чудесная вот нико блюдо это вот чисто уличный сорт его и укрывать я так думаю особо не надо вот и соцветия у них очень крупные и такой вот сорт непривередливый неприхотливый вот если смотреть вот смотрите все почки были погибшие я же еще и подрезала к тому же все это вот новые пришли побеги из земли от основания корня и они еще не набрали почки не набрали бутоны скорее вернее но я так думаю что все это зацветет здесь вот мадам эмили мульер это знаете что это не хлорозит желтый он до желтый куст не хлорозит тут у меня какое-то животное завелось такие норы крупные крупные большие норы живет в норках и подъедает корни я вот как-то начинаю поливать или полоть я эти ножки забиваю но тем не менее они там подползают это не крот потому что крот если норку роет дата у него там бугорок наверху а здесь нет вот голые голые норки вот типа вот такой вот видите вот такие норы вот поэтому этот куст желтый так это тоже никоблю вот он он в июле месяце это все должно зацвести как зацветет я вам покажу этот сорт альпинглюхин вот он по чуть чуть посветлее чем герда штарнигер ну вот лист посмотрите какой огромный лист то есть этот сорт ну конечно не для контейнерной культуры высокий стебель толстые листья крупные ну вот очень очень красивый даже сам по себе куст шапки тоже крупные соцветия крупные красивые это никоблю вот она соответствия вот такого размера но на самом деле я показывала вам как-то вот в первый год у меня в как я его выращивала в контейнере два раза цвел огромной огромной больше человеческой головы были шапки я надеюсь что в этом году мне тоже самое будет ну и вот альпинглюхин светленький намного светлее у него расцветка чем у герды штайнегер пепперминт и вот это самая герда видите она чуть потемнее расцветка так здесь где у меня была завалена теплица зимой все-таки отросли абсолютно все кусты живые но есть которые ну совсем вышли но две-три веточки но большинство все таки сохранилась и хочу сказать что живут они у меня под солнцем я всем говорю пожалуйста гортензию высаживайте в тень гортензию в тень вот здесь тени у меня в абсолютно нет они растут у меня на солнце единственное что у меня проведен здесь капельный полив вот смотрите здесь трубка идет по которой подходит вода и вот такие вот тоненькие шланги а на концах вот такая штучка где которую втыкают ну в область корневой системы и вода потихоньку капает включаем мы ну примерно на час на полтора каждый день потихонечку вот такая вот картина полив есть со шлангом мы думаю здесь вот в жару бы и не справились ну а с капельным поливом очень даже очень даже прилично и не трудоемко значит вот этот сорт герда что не герда вот хотела сказать вот смотрите притяненные те грядки да там гораздо выше размером кусты а вот на солнце они ниже намного ниже но в теплице вы видели я вам на рынке показывала я выносила там вообще громаднейшие высокие ну теплица есть теплица тут тут даже не стоит сравнивать но если будете высаживать в открытый грунт вот имейте ввиду что они не будут очень высокие кусты вот повыше размером это идет мадам эмили мульер или белла вот это мадам эмили мульер или сестра тереза вот зубчиками идет это сестра тереза вот хочу сказать неделю льют дожди ни один цветочек не испортился очень даже и очень хорошо себя чувствует цветы несмотря на то что они белые обычно белые цветы портятся эти нет стоят свеженькие стоят прям вот как будто только что расцвели теперь сами кусты видите сколько побегов куст большой куст большой и хочу сказать что прекрасно себя чувствует несмотря на то что почти все все ветви у него погибли вся надземная часть погибла так это это альпинглюхин вот я вечно путаю их и листья у них одинаковые только по расцветке отвечу отличаются это мася но он уже цветает но знаете вот такой вот сам лист во первых плотный плотный такой кожистый толстый у него прям побег смотрите толстый очень даже крепко держится это нога и если вот такой вот огромный вот такое огромное соцветие да и она прекрасно держится на таком вот толстом стебле то есть устойчивый к кустам кусткам компактный и сами цветы сейчас скажу диаметром где-то примерно сантиметров 5 и расцветка у него темная если вот этот альпинглюхин да то вот этот вот намного мася темнее и вот если на ощупь брать вот эти вот цветочки более нежные а у этого как на что с чем бы сравнить такой вот толстые толстые прям кожистые такие цветы сами по себе я так думаю что он еще и будет долго вот в таком виде стоять теперь здесь вот у меня погиб кустик и вышел буквально 12 побега это шлосс дюссельдорф это тоже ремонтантный сорт бледно-розовый такой но вот видите к сожалению он у меня не выдержал вот этой нагрузки снеговой да плюс холодовой нагрузки потом знаете здесь вот пленка была вот так вот раз провалились эти дуги здесь пленка была наполненная водой стояла вот до самой поздней весны сначала это было снег со льдом а потом все это растаяло и вот так вот стояла приплюснутая ну естественно вот эти вот крайние вот крайние растения и погибли здесь тоже мася тоже мася плотные красивые ой он мне нравится нравится единственное что ну раз он вырос я так дух их тоже что ли ремонтантный вот смотрите побеги прошлого года все погибли а из снизу из корневой системы вышли новые побеги и вот они все зацвели здесь шикарный кустик я его называю букет невесты кто-то называет свадебное платье но можно и так и так я интернет смотрела и в общем-то перевод кто как переведет и можно и свадебное платье и можно как букет невесты его переводить вот здесь шикарный кустик никоблю получилось вот смотрите когда эта пленка вот так вот упала до согнулись дуги то вот этот торец теплички он открылся и вот этот куст у меня получается он практически правда он без снега был но тем не менее здесь в пленке не было и он ну как сказать под под открытым небом не замерз не замерз вот как уличная культура как уличный сорт гортензии вот просто вот лучше не лучше и не бывает лучше и не посоветуешь во первых смотрите сколько веток наверное штук 20 если не больше веток те которые они расцвели еще раз цветут они он еще набирают только набирают соцветия вот видите он еще не расцветший но уже и эти тоже набирают бутоны снег дождь под дождем стояли вот смотрите мокрые стоят тут же солнце выходит тут же вот их вроде как обесцвечивает но тем не менее они все живые и не подпорчен ни один цветочек то есть я хочу сказать что как уличная культура как украшение вашего сада вот без него никак лучше всего в их неприхотливый без проблем выращиваемый я так думаю даже на солнце видите он даже не в тени и не в полу тени просто на ярком солнце растет и прекрасно себя чувствует а теперь на этой стороне этот сорт я приобрела уже в этом году и недавно посадила это черничный чизкейк цветы я приобретала с цветами его цветы уже отцвели но новые побеги уже пошли в рост черничный чизкейк у него расцветка с фертильными цветами это вот типа либеллы там пустая серединка по краям цветочки но расцветка у них как черника вот такая и говорят что даже без подкисления у него такая расцветка но поживем и увидим ну вот здесь мадам эмили мульер так это альпин глюхин ну вот так теперь значит эту сторону я прополола и траву я не выбрасываю я ждала думаю она немножко подвянет и я замульчирую кусты вот этой подвязшей травой ну дожди 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 но все равно я вот это соберу и под кусты все выложу потому что мульчировать корневую систему гортензий обязательно плюс к тому еще они у меня под открытым солнцем под палящим солнцем поэтому корневую систему надо закрывать обязательно это гортензия посажена не у меня это у моей невестки посажена на зиму она не укрывалась в открытом грунте росли значит вот это сорт ремонтантный мадам эмили мульер здесь ремонтантный сорт тейлер ред я не думала что он ремонтантный но сейчас мы это все подробненько разберем и там тоже мадам эмили мульер и сорт альпин глюхин этот куст не обрезался на зиму как я вам уже говорила мои сорта все замерзли в теплице этот сорт не замерз но я хотела не с этой точки зрения вам показать этот куст с точки зрения формирования куста вот внешне он вроде выглядит неплохо красивенький пушистенький да но шапочки видите маленькие небольшие теперь смотрим вовнутрь вот смотрите пошел побег прошлого года вот она побег прошлого года и на этом побеге абсолютно все почки выжили зимой и дали много много побегов вот смотрите в каждой пазухе каждая пара пучек дала новые побеги вот смотрите здесь два побега здесь два побега здесь вот тоже два побега понимаете вот на одной ветке выходит цветов раз два три четыре пять шесть семь и вот здесь вот еще три еще новые то есть это все на одной на одной ветке выходит 10 побегов примерно 10 побегов естественно шапочки здесь видите маленькие соцветия абсолютно вот ну диаметром наверное сантиметров 5 и и вот множество их на одной ветке и если мы будем считать другие ветки вот смотрите еще одна веточка идет вот этот побег прошлого года и здесь пошло вот множество опять же веток новых и и каждая из них зацвела и дало кучу новых соцветий вот таких мелких соцветий то есть если я в январе месяце обрезала гортензию даже если я ее на ноль обрезала до не оставила ни одной пары почек у меня все равно были побеги огромные толстые пусть у меня было 10 цветов 12 цветов соцветий но они были все крупные были все сильные вот типа такого побега и высота конечно кустов тоже приличная здесь всю силу у этого куста забрали множество соцветий поэтому высота кустика невысокая и соцветия мелкие хочу сказать что все таки надо было обрезать на зиму ремонтантные сорта теперь смотрим вот этот сорт или red здесь более подробно видно смотрите вот соцветить побег прошлого года вот она коричневого цвета древесневший теперь здесь получается на этих побегах прошлого года пошли вот новые побеги вот один вот второй здесь на макушке вообще три штуки здесь и в общем получается вот такой вот просто несформированный сказать же что безобразный неправильно наверное сказано было да внешне то он вроде как ничего неплохой но соцветия опять же меленькие этот эту ветку тоже смотрим вот он пошел побег прошлого года и на нем множество побегов этого года текущего года эти еще зацветут но опять же это будут мелкие невзрачные цветочки вот для того чтобы все это красиво выросло и крупными шарами было надо конечно было обрезать ну и здесь такая же картина мадам эмили мульер вроде бы вот здесь вот ничего вот крупная соцветия здесь тоже вот соцветия одно крупное это ну вот и пошло множество множество веток и это все будет цвести и конечно они зацветут такими мелкими соцветиями сантиметров 5-6 величиной потому что смотрите на одном побеге на одном побеге выросла видите много 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 побегов текущего года если бы был обрезан этот кустик правильно до обрезан на две почки от земли то здесь бы выросла ну может быть 8 10 побегов и на нем было бы 8 10 соцветий и тогда бы вот равномерно был пышненький равномерный кустик сформированный и с множеством больших больших крупных соцветий здесь альфенглюхен сорт ну здесь та же самая картина видите на побегах прошлого года выросли новые побеги ну тут вот я не знаю тут уже обрезались наверное цветочки ну здесь как-то вот тоже картина видите маленькие маленькие соцветия меленькие вот такие если вы хотите чтобы у вас был куст крупный с крупными соцветиями допустим сами решайте сколько вам надо 10 12 15 соцветий да вы их правильно сформируете итак подведем итоги ремонтантная гортензия очень даже неплохо себя чувствует на открытом солнце это при том что у нас краснодарском крае просто палящее солнце но могу сказать что вполне возможно что весна у нас такая затяжная и мало таких солнечных дней чтобы вот прям 40 45 этого было мало но тем не менее гортензии чувствует себя очень даже хорошо и температура была и 30 и 35 градусов и сейчас вот 30 градусов стоит но тем не менее чувствует себя гортензии неплохо неплохо теперь обрезать на зиму я считаю что обязательно надо то есть период когда же делать обрезку каждый выбирает для себя сам если вы обрежете вот именно сейчас в июне в июле на 2 на 2 пары почек от основания от земли то у вас уже в этом году пойдут новые побеги и они уже до осени подрастут и одревеснеют и вам тогда надо будет эти побеги сохранить зимой чтобы они не замерзли если обрежем мы примерно октябрь-ноябрь месяц также на 2 пары почек и земли и хорошо хорошо замульчируем и не накрываем ничем то гортензии весной зацветут на побегах прошлого года и на побегах текущего года я так думаю что навряд ли они замерзнут скорее всего что нет не замерзнут просто замульчировать и ничем не укрывать если для центральной россии и северных районов если вы обрежете также на 2 пары почек от земли хорошо замульчируйте и на зиму все-таки закроете почему потому что период покоя гортензиям нужен обязательно важно что зимой чтобы эти почки не начали распускаться вот в северных районах и в центральной россии скорее всего распускаться они не будут но вам надо будет конечно сохранить чтобы они не совсем замерзли если вы так прям хотите чтобы они расцвели и важно сохранить корневую систему за зиму чтобы вот она чтобы эта земля там где корневая система расположена не было сплошным комом комком льда то есть вот мульча обязательно и такое небольшое легкое укрытие чтобы почки не распустились ну вот так вот ремонтантные горстензии в принципе без проблем растут в открытом грунте не обязательно их выращивать как контейнерную культуру единственное что вот пепперминт низкорослый да годится для контейнерной культуры и он плохо переносят дальше дождливую погоду то есть не сам куст не само растение а вот именно соцветия плохо переносят влажную погоду все на этом все до до свидания друзья до следующей встречи